Доброе утро, дорогие друзья! Это студия Хорошего настроения. И, конечно же, позитивный настрой у нас с утра всегда обеспечивается не только нашими с Юлей шутками и улыбками, но и еще и хорошей музыкой. Ну и, конечно же, гостями, которые эту музыку нам приносят и исполняют. Еще одна яркая встреча ожидает сегодня всех зрителей студии Хорошего настроения. Сегодня у нас в гостях автор и исполнитель. Шоумен, спортсмен, семьянин, отец троих детей. Эй, Артем Михаленко, Артем, доброе утро. Вот, честно говоря, даже не знаю, с чего начать. С какой стороны не посмотри, ты весь такой положительный, просто вот отличник. Вот скажи нам, пожалуйста, сразу со старта, что называется, какие качества в тебе есть не самые хорошие, недостатки какие есть, вот с чем хочешь бороться? Не ожидал этого вопроса. Не ожидал. Наверное, как и у каждого человека, есть свои недостатки. Я стараюсь бороться с ними. Я очень вот такой щепетильный человек. Редант. Да, люблю, чтобы все было точно и в моей работе, и в семейной жизни, наверное, и люблю пунктуальность. Может быть, это плохо, может быть, это недостатки, потому что некоторых я вот людей этим достаю. Ты в прошлом солист президентского оркестра Республики Беларусь, сейчас в свободном плавании. Что тебе дала эта работа, и вот в сравнении с тем периодом жизни и сейчас? Когда у тебя больше возможностей для творчества было, вот тогда, или, может быть, сейчас как у фрилансера, да. В оркестре можно было немножечко расслабиться, поскольку президентский оркестр главный коллектив страны, и можно было так уже не беспокоиться, грубо говоря, за свое ближайшее, по крайней мере, будущее. Вот. А когда в свободном плавании, что ты сделал, как ты сделал, от этого и зависит. Твой успех, в том числе и популярность, как и композитора, как и певца, и как там шоумена, ведущего, это все вот влияет. Поэтому приходится много работать. Каждый день, даже бывает каждую ночь. У тебя, кстати, за спиной не только президентский оркестр, но и участие в различных конкурсах, фестивалях, ты лауреат различных конкурсов, и даже участвовал, даже, поскольку для наших артистов это, в принципе, является каким-то шагом, да, каким-то рубиконом, возможно. Участвовал на Евровидении в составе группы 3 плюс 2, 2010 год, если я не ошибаюсь, это было. Бабочки всем. Бабочки, да. Вот скажи, пожалуйста, какой из конкурсов на тебя повлиял больше, наверное, как на артиста, а какой, может быть, больше как на человека? Каждый конкурс – это какая-то маленькая жизнь. Тем более, в Евровидении не проходит даром, не проходит бесследно. То есть это там 5 минут твоей славы, оно оборачивается дальше такой очень трудной работой, потому что не всегда у нас, например, и в стране хорошо воспринимают артисты, который съездил на Евровидение. Любой результат – это результат. И я, честно говоря, рад всем исполнителям, которые там побывали. Безусловно, каждое выступление, каждый конкурс – это огромный опыт и для жизни просто, и для жизни как артист. Что касается собственных композиций и вообще аранжировок, песен для белорусского шоу-бизнеса. Скажи, положа руку на сердце, ты считаешь, что у нашего шоу-бизнеса, певческого в первую очередь, есть хорошая перспектива? Потому что есть артисты, особенно в последнее время, которые начинают потихонечку унывать. Вы знаете, я думаю, что это все связано с перерождением белорусского шоу-бизнеса. Вот именно так. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим и видим много хороших и проектов, и много хороших исполнителей, и песен, даже взять телеканал из того, это отличный проект «Поющие города», который открывает очень много талантов. А если коснуться непосредственно твоей творческой жизни, что сейчас в ней происходит? Ой, сейчас все в ней происходит. Я рад, повторюсь еще, и счастлив, что я могу делать сам свои композиции, и аранжировки, и музыку, и могу делать, и привносить что-то свое, именно свое из души. У меня вышло достаточно большое количество композиций, я бы уже сказал, даже на альбом, но успех композиций, когда они известны, то есть это, наверное, самое важное. Сколько ты можешь делать, хоть пачку их написать, если они не прокатывают, значит, результата нет. Я стремлюсь именно к этому, к хитовому, к какому-то эталону. Ну, смотри, вот что касается творческой карьеры, тут более-менее все понятно. Давай карьеру спортивную сейчас. Есть ли это карьера? Да, часть моей жизни. Виды спорта? Баскетбол, ты сказал, тайский бокс. Ну, не так давно просто Артем принимал участие в матче, да, в выставочном. Да, вот даже фоточка красивая есть. В поддержку национально-белорусской женской сборной по баскетболу, да, это был, вот для артиста это что? Это скорее такая презентация себя, ну, выставочный, да, скажем так, или все-таки удалось оторваться на площадке? Ой, и на площадке у нас были тренировки, то есть я немножко поподробнее, это такая команда, игра была белорусского шоу-бизнеса, ребят, то есть известных мужчин, мы таким образом хотели привлечь внимание к нашей национальной сборной, поскольку баскетбол не всегда уделяется баскетболу хорошее внимание, должное, мы с удовольствием привлекли какой-то, наверное, из СМИ и свою помощь, своих друзей, коллег, и каким-то образом насветили, сыграли во дворце спорта этот матч. Было круто, было интересно, было ярко, и надеемся, что немножечко, хоть чуть-чуть помогли нашим девчонкам. Что касается видов спорта, баскетбол, это, наверное, было как вот хобби, не хобби, не знаю, порыв, да, скорее, но все-таки за спиной стоит многолетняя, я так понимаю, тренировка таиландским боксом, что из них, баскетбол или тайский бокс, все-таки по энергозатратам, по желанию участвовать? Что ближе вообще? Вообще, баскетбол и тайский бокс, это, наверное, виды спорта, мужские, вот это однозначно, вот для мужчин, мне кажется, да, а там уже дамы, они уже, вот почему бы и нет, почему бы и да, но мне кажется, в первую очередь, это виды спорта для мужчин. И, естественно, какой-то выброс адреналина, вот какой-то нелишней энергетики, лишней информации происходит в зале, конечно, тайского бокса. И, в первую очередь, как для мужчины, это защита своей семьи, наверное, для этого, да, защита самого себя, ну и потом уже физические качества, то есть артист должен выглядеть хорошо. Артем, я, как женщина, не могу не спросить о семье, это просто восхитительно, что у молодого мужчины, артиста, востребованного человека на сцене есть семья и есть трое детей, трое сыновей. Да, это круто. Обычно для артиста считается, что наличие семьи это даже такой отпугивающий какой-то фактор для поклонниц, в конце концов теряется какая-то львиная доля аудитории. Вот расскажи, пожалуйста, три сына, это много? Что за за ноша и что лежит на твоих конкретно плечах, как отца? Какой процент воспитания? Ну, наверное, это самое главное дело в моей жизни, самая главная часть. Я подразумеваю не только там свою семью, это и мои родители, и родители моей супруги, вообще семья. Что касается детей, то это дар Божий. Слава Богу, что они родились такие, какие они есть. Это действительно счастье, большое, огромное, но это и большой труд, и ответственность, поскольку на плечах родителей самое, наверное, такое важное и большое по воспитанию. А сейчас такой возраст, например, у старшего нашего, он во втором классе занимается музыкой, это все через тяжбу, трудности, через слезы садишься. И как ему не объясняешь, сынок, ты понимаешь, что вот надо этим заниматься, будешь хорошим, уважаемым человеком, как папа, почему бы и нет, и такие аргументы приводим, ну это ребенок, приходится находить какие-то аргументы. Я, конечно, благодарен своей супруге, она тонкий психолог, она прекрасная жена, замечательная мама, вот, и баба, моей маме и тещи, так называемые, тоже они очень хорошо, она педагог, теща, мама моя тоже занимается, работает с людьми, я бы сказал, очень хорошо находит подход и помогает нам правильно воспитывать детей, потому что я вырос, у нас было, у нас четверо детей в семье, то есть у меня большая такая, да, у супруги тоже старший брат, поэтому помогаем везде, откуда только возможно черпаем, ну и самое главное свое воспитание, стараемся что-то передать своим детям хорошего, что есть у нас, и что чуть-чуть больше, мама мне всегда говорит и говорила о том, что дети должны быть лучше своих родителей, то есть, вот, наверное, вот так, мы стремимся к этому. Артем, ну, поговорили практически обо всем, о спорте, о планах, не будем, план-то понятно, давай сразу же перейдем к исполнению, что сегодня прозвучит? Вот одна из моих любимых песен, последних, это композиция «Нужные слова», написал я тоже совсем недавно, и аранжировка, и текст, и музыка, сведение, мастеринг помогал мне Александр Пашковский, вот, эта песня, вот, прямо, наверное, к сезону, к осенней, паре, сейчас как раз октябрь, золотая осень, мне кажется, что она действительно понравится нашим телезрителям, нашим слушателям, и кто-то найдет частичку себя в этой песне. Спасибо огромное тебе за беседу, удачи на всех фронтах, жизненных и творческих, и просим на сцену Артем Михаленко в студии «Хорошее настроение». Так искал я тебя Среди холода Так отчаянно плыл В ритме города Проживая в тоске Серых дней Без тебя Без тебя Я пойду По бульвару Осеннему Обману себя Мыслью весеннюю Так захочется Снова услышать тебя И не звучит В сердце никак Без тебя Моя мелодия Так И не поет Песня в душах И не найти Так нужные слова Не звучит В сердце никак Без тебя Моя мелодия И не поет Песня в душах И не найти Так нужные слова И как будто В толпе Растворяются Мои мысли Что вновь Появляются Не могу Ни о чем Думать Кроме Тебя Тебя Я пройду По бульвару Осеннему Обману себя Мысли Весеннюю Так захочется Снова понять Ты моя Ты моя И не звучит В сердце никак Без тебя Моя мелодия Так И не поет Песня в душах И не найти Так нужные слова И не звучит В сердце никак Без тебя Моя мелодия Так И не поет Песня в душах И не найти Так нужные слова И не звучит В сердце никак Без тебя Моя мелодия Так Ты моя Поет Песня в душах И не найти Так нужные слова И не звучит В сердце никак Без тебя Моя мелодия Так Ты моя Поет Песня в душах И не найти Так нужные слова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»